Сегодня мы снова будем ломать стереотипы. Вы знали, что американский футбол несет в себе примеры из искусства войны Суньдзы. Борьбу разведок, зашифрованные послания, является некой моделью мира с маленькими игроками и невидимым за кулисом. Я попал на игру совершенно случайно. Наверное, я такой же чайник в этом нетипичном для европейцев в виде спорта, как и большая часть моих зрителей. Однако старый вояка с первых минут почувствовал запах большой войны. Так что поговорим об американском футболе под новым углом зрения, как на войну, политику и секретные игры за большой сценой. Они здесь, поверьте, есть. Американский футбол. Здесь начинают карьеру будущие успешные рекламщики. Будущие организаторы избирательных кампаний оттачивают здесь искусство манипуляции. Методы, которыми можно разогреть ленивую толпу и заставить ее реветь в экстазе. Тебе даже дадут возможность почувствовать себя в центре внимания. Порой на этих матчах рекрутируют начинающих диджеев разной организации. Под какую пластинку мы будем танцевать завтра? Мы можем даже не задумываться, как все это устроено, но дирижеры сидят наверху и управляют процессом по заранее продуманному сценарию. На поле сражения участвуют две команды, как две армии, и в каждой из них есть свои рода войск и специализация. Квотербэк работает за начальника штаба, следует стратегии генерала-тренера, принимает решение непосредственно на поле и руководит атакой. Ранинбэк – это легкая кавалерия. Он ищет проехи в обороне противника и старается прорваться через них. Есть тяжелые танки, задача которых – сковать противника и ограничить его маневр. Есть более подвижные подразделения для перехвата прорывов в быстро меняющейся обстановке. Есть даже дальнобойная артиллерия и средства ее прикрытия. А есть полевая медицина, ну куда же без нее. И, конечно же, есть масса отвлекающих маневров, попытка ввести противника в заблуждение и обмануть. Параллельно с этим кто-то делает свой бизнес, кто-то втрое продает обычную воду, а кто-то снабжает команды на миллионы долларов. Чтобы граждане, заплатившие битву, не скучали, их развлекает оркестр и девочки. Но давайте вернемся к самому футболу. Краткая суть. Команды имеют по 4 попытки на атаку. Если в результате этих усилий им удастся продвинуться на 10 ярдов, команда получает новый шанс, еще получает 4 попытки. В конечном итоге задача занести мяч в зачетную зону противника или ударом забить в специальные ворота. Как в любых правилах, здесь много нюансов, и я думаю, профи смогут меня поправить. Но мы ведь здесь собрались говорить не о футболе. Центр обороны представляет собой тяжеловесов, которых не то чтобы пробить затруднительно, они еще и сами смогут задвинуть вас гораздо дальше вашего начального положения. Так что в лоб на танки никто не идет. Центровой лайнмен начинает игру в позе человека, пытающегося завести трактор с толкача. Он, что называется, в глухой обороне и не слишком много видит, а основная его задача передать мяч назад к футербеку, капитану. Дальше уже футербек, как командир в атакующих порядках, решает, куда пасовать мяч. Задача передней линии – задержать тяжелые танки и дать футербеку принять решение. Не удержали, и его могут завалить до того, как он передаст мяч. Как правило, он передает мяч бегунку, раненбеку. Этот парень несется, сломя голову, и пытается протиснуться в любую брешь в обороне противника. Он цепляется в мяч, как белка в орех. Естественно, обороняющиеся применяют любые возможности для того, чтобы разгадать замысел и вовремя перехватить его в нужном месте. Атакующие могут провести и десантную операцию, когда пас передается прорвавшимся в тыл противника передовым частям. Поскольку противоборствующие стороны давно наблюдают друг за другом, собирают сведения об игроках противника. В общем-то, так же, как во времена Холодной войны, разведка НАТО и Советского Союза имели сведения о командном составе друг друга. Так и в футболе. Тренеры хорошо знают, кто есть ху в команде противника. Более того, они хорошо знают почерк и игроков, и их комбинации в совместной связке. Получается ситуация, как в старом анекдоте, когда группа старых игроков раздала карты и, не начиная игру, определила, кто же победит. Примерно как два грасмейстера могут предугадать исход шахматного матча по нескольким ходам. Что же делать в этой ситуации? Тренер с помощниками наблюдает за множеством факторов на поле боя. Ему необходимо донести до своей команды, какой вариант розыгрыша из заранее разученных стоит предпринять. Но и противник не дремлет. Я случайно заметил фотографов с мегамощными объективами и вначале подумал, что это обычные журналисты. И хотя вас пытаются отвлечь всеми доступными способами, но... Но... Тут на глаза попались и представители аудио, звуковой разведки. Направляя параболические антенны, они стараются перехватить разговор в команде противника перед розыгрышем. Именно поэтому команда становится в тесный круг, а капитан в этот момент дает указания. Когда говорят, друг друга не слышат, поэтому изготавливают гонги и барабаны. Когда смотрят, друг друга не видят, поэтому изготавливают знамена и значки. Гонги, барабаны, знамена и значки соединяют воедино глаза и уши своих солдат. Чтобы скрыть свои сообщения команде, тренер в свою очередь использует зашифрованные послания. И поскольку разведка противника активно следит и за этим, пытаясь разгадать код по ходу игры, как реакцию на одни и те же команды, например, прорыв справа с длинным пасом. Чтобы противодействовать этому, шифры носят достаточно сложный, мутирующий по ходу игры характер. Знания наперед нельзя получить от богов и демонов, нельзя получить и путем заключения пасходств. Нельзя получить и путем всяческих вычислений. Знание положения противника можно получить только от его людей. Порой для того, чтобы разгадать замыслы противника, надо иметь своего человека в стане врага. Но, пожалуй, пример агентурной работы на самом поле боя мы, конечно, с вами не увидим. Когда с выгодой соединяют вред, усилия могут привести к результату. Когда с вредом соединяют выгоду, бедствие может быть устранено. Поэтому князей подчиняют себе вредом, заставляют служить себе делом, заставляют устремляться куда-нибудь в выгоды. Сама атака быстротечна. От начала и до остановки мяча порой проходят секунды. Не успели разгадать замысел атаки, не успели перехватить, проиграли в обороне. Протормозили с решением, пошли на пролом, считайте, проиграли в атаке. Никогда еще не было, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Соответственно, выиграть можно за счет того, что на секунду, а порой просто на доле секунды, переиграли противника, обманув его между тем, что он видит, как ему кажется, и тем, что происходит на самом деле. Война – это путь обмана. Хороший атакующий может разыграть ожидаемую комбинацию, демонстративно передавая мяч бегунку. Бегунок, в свою очередь, привлекая внимание, честно будет отвлекать противника, например, на левом фланге. А в это время оказывается, что мяч совсем в другом месте уже развивает наступление. Но, впрочем, важно и не перемудрить. Когда попытались изобразить преднамеренно ложную передачу, а все были настолько заняты, что никто на это даже не клюнул. Конечно, бывает много непонятно тупых прорывов обороны. И чем ближе к концу матча, тем больше игроки устали, тем больше ошибок они совершают. Врага полного сил – утоми. Сытого – сделай голодным. В некоторых ситуациях снайперский выстрел может заменить бодание мобильных групп. Один удар – и мяч в воротах. Впрочем, если само поле вас уже утомило, можно оглядеться вокруг. Работают помощники судей. Работают волонтеры. Работает логистика. И даже копы делают вид, что работают. Впрочем, опытным взглядом вы сможете найти и агентов в штатском. Они будут спортивно подтянуты, не обременены детьми и при всей стройности фигуры носить бесформенную футболку, скрывающую оружие, наручники, ну и там кучу других шалостей. Надеюсь, вас заинтересовал американский футбол. А может, вы захотите окунуться в мудрость суньзы. В любом случае, надеюсь, наши старания не были напрасны. Подписывайтесь на канал и ждем вас в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok